Так что это первое. Потом греки нам говорят, что характер состоит из нравственных добродетелей, которые мы воспитываем, которые, во-первых, помогают нам быть людьми, потому что эти качества, которые мы будем говорить, это человечки качества, это общечеловечки качества. Это вот почему Пиндар в своё время, почти 2500 лет назад, говорил «стань тем, кто ты есть». Что он имел в виду? Ты же человек. Что это значит стать человеком? Я же человек. Почему он пишет «стань тем, кто ты есть»? Он пишет «стань тем, кто ты есть», потому что Пиндар понимает, что когда человек развивает в себе общечеловек и качества, то есть нравственные добродетели, человеческие, общечеловечки добродетели, он становится больше человеком, потому что речь идёт как раз о человеческих добродетелях. Это то, чего нет у животных. У животных есть биологическая структура, но у животных нет духовности, нет добродетелей, нет нравственных привычек. И первые греки поняли, что есть четыре базовых добродетелей, без которых вообще человек не может развиваться. Первое для них это благоразумие или практическая мудрость. И это способность принимать верные решения. Это человек, который понимает окружение, политическое, экономическое, социальное, культурное, понимает людей, с которыми он работает, он видит все это, потому что он глубокая личность. И на основе этой данности он принимает верные решения. То есть он принимает решения, которые соответствуют этой реальности. Потому что человек, который видит истину, но принимает решения, которые не соответствуют этой реальности, он идеолог. Он не мудр, он просто идеолог. Так что есть два аспекта в благоразумии. Это аспект понимания, осязания реальности. И есть аспект воли. Ты принимаешь решение, которое соответствует тому, что ты видишь. Это называется практической мудростью. У него есть мудрость практическая, у него есть сила, есть мужество, чтобы принимать решение, которое соответствует реальности, а не каким-то предвзятым идеям. Понимаете, они говорят, это сила. Вот почему римляне, когда они читали Аристотеля, древних греков, они выработали другое слово, виртус. Для древних греков то, о чем мы говорим, это называется аретэ. Аретология – это наука о добродетелях. Римляне, они нашли другое слово, виртус. Виртус, то есть добродетель, для них виртус – это сила, мощь, энергия. Потому что они понимают, что человек, у которого есть этот добродетель благоразумия, он сильнее всех. Это сила, это то, что позволяет тебе принимать верное решение. Так что очень часто люди думают, что нравственность – это какие-то симпатичные ребята или девушки, которые стараются быть хорошими. А для греков это не только это, это сила. Нравственный человек – это человек, который может гораздо больше, чем человек безнравственный. У него есть сила, виртус. Добро – дедель по-русски. Это не только добро, это дедель. Это то, что позволяет тебе что-то делать. А не только дед добро, но дед то, что надо делать, чтобы быть эффективной личностью. Вторая добродетель у деревни греков – это мужество. Мужество – это две вещи. Это пассивное мужество, выносливость, способность держаться курса долгое время. Человек, проверенный временем. Человек, который есть определенные ценности, и он идет прямо по жизни на основе этих ценностей, и он не отступает. Для них это выносливость, это качество, это сила. Многие люди не могут быть выносливыми. Они изменчивы. У них нет этого качества, этого добродетеля. Это большая сила. Это не только то, что позволяет тебе быть человеком, это то, что позволяет тебе быть эффективной личностью. Второй аспект мужества – это смелость, способность рисковать. Это способность. Есть люди, которые с трудом рискуют. Или которые никогда не рискуют. Которые хотят быть, они хотят быть уверены во всем всегда, перед тем, как принимать решения. И упускают очень часто фантастические возможности для действия. Так что, видите, греки понимают, что это не только человечки качества, это не только то, что позволяет тебе быть человеком, это еще то, что дает тебе силу, силу для действия. Субтитры создавал DimaTorzok